Всем привет! С вами я Татьяна Шадрина, вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время вдохновляться вот таким выпуском. Патронос номер 5 2021 года. Этот журнал я поняла, стал выпускать издательский дом Бурда. Я его купила на Валберес. Размерная сетка у него немножко отличается от всех остальных журналов. Будьте, пожалуйста, внимательны. Я специально сняла крупным планом размерную сетку. Посмотрите, сейчас вначале будет. Что еще сказать? Журнал очень вдохновляет на пошив летних платьев. Шьем, девочки, давайте листать. На обложке шикарный образ, но вот видите, что делает этот образ? Крой платья простой. Образ классный получается, ну, конечно же, из аксессуаров. Но я хочу вам сказать, как играет здорово принт ткани. Он очень крупный, он такой этнический. И пойди поищи еще такой принт, ну, как бы в магазинах тканей, не найдешь. Так что вот имейте в виду такое сочетание красок. Во-первых, два ярких цвета, оранжевый, скажем, и синий. Практически третьего толком и нету. И вот такой эффект получается. Третий, видимо, вот этот контраст коричневый. Красота. Мне очень нравится. Я бы сшила из такой ткани себе платье. Жмите на стоп и можете рассмотреть все технические рисунки подробно. Я не буду сейчас останавливаться на каждой модели. Перелистываю здесь. Единственное, что могу сказать, что здесь у нас, вот они, модели для плюсиков. Всего шесть моделей. И вот интересные модели для детишек, для детей. Все остальные модели, размерный ряд 40-48, для европейцев. То есть прибавляем 6. Получается от 46 до 54 российского. Плюсы от 56 до 62 российского. Можете нажать точно так же на стоп. Давайте крупным планом покажем таблицу размеров. Вот смотрим, женские размеры стандартны до 48. Вот эта таблица больших женских размеров и детские размеры. Можете нажать на стоп, повторюсь, и посмотреть, попадаете ли вы в какой размер. Встречает нас на первом развороте вот такая шикарная блузка. Ну просто шикарная. Я ее разглядывала уже со всех сторон. И так, и сяк. И думаю, знаете, как стоит шить такие вещи. Ну вот потому, что это интересно. Шьется она не так уж, сказать и сложно. Мне кажется, даже вовсе не сложно. Подойдет, ну мне кажется, тоже любой фигуре. Потому что делает талию. Посмотрите, вставка по переду, как будто пластрон до талии. Рукав вточной, но верхняя часть у него вот такая, как загибается сюда, возвращается назад. И немножко делает плечи. И опять же, модно считывается силуэт как модный, потому что свободные рукава и акцентные рукава. Очень нравится вот такой воротник, посмотрите, с длинными острыми кончиками. Стильная современная рубашка. Стоит ли пришивать вот такое украшение, декор? Может быть и стоит, но можно и без него. Давайте технический рисунок посмотрим. Вот можем увидеть все, что я сказала. Пластрон и вот такой рукавчик. Конечно, сшить такую рубашку будет не совсем просто. Она не для новичков. Но стоит попробовать. На этой страничке мы видим платья. Платья романтичные. На платье уходит много ткани, потому что они длинные, они широкие. От талии до юбки, скорее всего, идет две длины ткани. Имейте в виду при расчете. И много-много здесь оборочек. Здесь много-много сборочек и акцент на рукава. Давайте технические рисунки посмотрим. Смотрим платье. Отрезной по талии. Есть вытачки, у-образный вырез, обработанный оборками. Оборки нашиты на ярусах юбки. Да еще и разрезы по бокам. Глубокие такие разрезы. Романтичное платье. Красивое. До 48-го размера европейского. То есть до 54-го российского. Я бы сказала, что платье шьется непросто. Потому что много вот этих вот нюансиков. Ткань тонкая. Видимо, похоже на батист. Называют хлопчатобумажный газ. Ну вот, может быть, и газ. У нас не встречается газ. У нас чаще называется батистами эти ткани. Называются. А вот платье с обложки. Как видите, ничего сложного. Все просто. Сборка из-под талии. Длинная юбка широкая. Рукава. Рукава расширены книзу и заложены вот такими складками. Я бы сказала, что несложно шьется. Ну, сложно сразу, что, например, выровнять юбку по низу. Потому что она будет прям разной великой длины, когда вы ее присоберете. Обработка манжетами, обработка горловинки. Нюансы все такие типичные. На этой страничке еще пара платьев тоже шикарные. Мне кажется, ну вот просто глаза разбегаются. С какого платья начнем? Ну, давайте вот это у меня есть. Рука ближе лежит. Юбка-отрезная у платья. Выполненная из гофрированного, из плессированного, из плессированной ткани. Крупный принт. Шикарный. Как будто бабочка у меня такая ассоциация. И видно, что на одно плечо лифт. Ну, единственное, что, конечно, вот если посмотреть на девушку, как-то сильно уж низко. Вот здесь вырез идет, разрез подмышкой. Кажется, что, простите, грудь может вывалиться в любой момент. Ну, в наших с вами силах, мы с вами шьем, можно чуть-чуть приподнять вот это место. Просто заранее посмотреть, насколько вы готовы открывать у себя подмышечную вот эту область, если на одно плечо платье. Давайте этих рисунок глянем. Здесь вот эффект такого полузапаха. И на одно плечо, видите? Пара вот таких каких-то деталей интересных. Сборка на талии. Красивое платье. Проконтролируйте вот этот бачок, чтобы он не оказался для вас слишком низким. Меня иногда просят в обзорах показывать крупнее детали. Ну, вот давайте крупно посмотрим. Тут есть на что посмотреть. Отрезное по талии платье. Вставлено как будто прошиво, кружево, именно в талию. От этой прошивы вниз идет сборка. Первый ярус сборки. По центру, видимо, нашита вот эта полоска из кружева, опять же. Что мы видим на груди? Здесь у нас вырез глубокий треугольный и пришита оборка. По вырезу, видимо, из ткани маленькая оборочка, а на крупную оборку нашита тоже кружево с фистонами. Очень красиво, очень романтично. Ну, на техническом рисунке все то же самое. Ну, я думаю, что мне добавить даже нечего, глядя на технический рисунок, разве что сказать, что есть еще второй ярус, и он точно так же разделен с первым с помощью прошивы. То есть он выглядит полупрозрачно, вот эти два яруса. Очень нарядное, очень, скажем так, носибельное платье. Очень реально на такое платье купить материалы, скажем, вот в наших магазинах. Широкое кружево с прошивой, кружево фистончатое и ткань тонкую, например, батист. Скорее всего, в верхнюю часть юбки нужно будет вставить подкладочку какую-то, а может быть даже два слоя этой же ткани основной. И очень красивое с платья. На этом развороте еще пара платьев. Нас патроны в этом месяце балуют просто. Балуют или балуют красивыми платьями. Шикарный. Этнический стиль. Смотрим на рисунок. Ничего особенного в платье нет. Клешоная юбка, расклешенная. Рукава. Рукава такие же, как и у платья с обложки, как мы уже смотрели. Треугольный вырез и на застежки на пуговки. Даже технический рисунок смотреть не будем, потому что вот все очевидно. Платья подобные сложно или легко шьются? Ну, знаете как? С одной стороны легко, потому что здесь нет ни карманов, ни воротников. Ну, с другой стороны требует особо, ну, как бы требует внимания, потому что и манжетики нужно сделать, и здесь вот нужно обтачку, чтобы планку, то есть обтачку или планку, чтобы пуговки пришить. И вообще с длинными юбками, просто чтобы они у нас ровными оказались, тоже нужно помудрить. Легко ли сядет такое платье на фигуру? Оно довольно свободного кроя, потому что нет у нас, смотрю, выточек в этом платье. Я думаю, что садится тоже легко на фигуру, потому что, несмотря на то, что до 54-го российского размера, тонкая ткань, свободный крой, краем, и, ну как, приталиваем с помощью пояса, я думаю, что не будет проблем с посадкой, потому что здесь не требуется посадка. Ну, на худой конец заложите вы пару выточек, скажем, в районе талии или сбоку, если вам нужно. На этой страничке еще одно платье. Красная, яркая, сочная ткань. Платье, посмотрите, ну, наверное, такой пляжный вариант, конечно. Воздушный силуэт из тонкой ткани выполненного. Наверное, может быть, тоже батистка. Платье отрезное по талии, украшено поясом. Верхняя часть присобрана, и вот здесь вот такие маленькие лямочки-завязки. Платье невесомое. Конечно же, потребуется подкладка к такому платью, потому что оно тоненькое и легкое. Легко или сложно сшить такие ткани? Вернее, такое платье. Пишут, что легко сшить. Да, несложно. Но имейте в виду, что если вы возьмете слишком тонкую ткань, такую, как текучую, можно вообще иметь сложности просто с тем, чтобы прострочить прямую строчку, потому что ткань сложноватая. Поэтому выбирайте ткани, чтобы они не убегали у вас из рук. На этом развороте черно-белый принт и вот такое платье. Платье так называемое с запахом. Давайте посмотрим крупнотехнический рисунок, потому что, честно говоря, вот на этих фотографиях я не могу толком разглядеть, как все устроено. Давайте смотреть по техрисунку. Вообще, у меня первое впечатление, что платье отлично сядет для плюсиков, потому что, посмотрите, платье с запахом, верхняя часть, нижняя часть выходит из-под запаха, есть вот такая застежка. Я думала, что имитация застежки. Нет, пол, настоящая застежка. Разновеликая линия низа, оборочка пришита по линии низа. Мне очень нравятся такие рукава. Посмотрите, немножко спущено плечо, и сборка из-под проймы как бы идет. Треугольный вырез. Зона талии не четко обозначена, а вот эта вот драпировка и у-образный вырез на запах, мне кажется, стройнит любую фигуру. В журнале платье до 46-го европейского, то есть до 52-го российского. Но я думаю, что при желании такое платье легко смоделировать на любой размер. В общем, платье шикарное, интересное, не банальное. Я думаю, что стоит шить. В журнале платье предлагается сшить из контрастного черно-белого принта, но мне кажется, здесь подойдет и вообще любой принт, и даже однотонное платье тоже можно сшить, потому что очень красивые линии кроя, и они подчеркнутся в однотонной ткани. На этой страничке две модели очень легко шьются, но очень эффектно смотрятся. Я знаю, что молодые девушки с удовольствием шьют вот такие кроп-топы с открытыми плечами, которые приоткрывают линию талии. Посмотрите, если выбрать интересную эффектную ткань, как шикарно смотрится образ. И, кстати, даже идея для выпускного, посмотрите, как все классно. Ткань с эффектом сжатости, нежный цвет, подкладка легкая, летящая. Топ, конечно, из трикотажной ткани выполняется. Здесь он с пайетками. На этом развороте у нас еще более шикарный образ. И мне тоже приходит в голову идея наряда на выпускной, потому что сейчас уже начинают девчата интересоваться, что сшить себе. Может быть, такой пятнистый образ для выпускного не подходит, вот накидки, но можно из однотонной сделать ткани. Образ греческой богини у меня всплывает, когда я смотрю на это платье. Вернее, это даже не платье, это комбинезон. Он украшен пальто, легкая такая накидка, завязывается на пояс. Давайте посмотрим повнимательнее, как выглядит комбинезон. Начнем с комбинезона. Очень свободная модель. Посмотрите, много-много-много сборок по талии. Конечно же, ткань должна быть легкая и тонкая, струящаяся. По переду у нас вырез идет на запах. Несколько складочек образуют драпировку. И очень интересный эффект. Вот такой широкие резинки вставлены как по переду, так и по спинке. Мы уже видели. А по спинке вот можно заметить, что есть разрез. Мы на картинке этот разрез тоже видим с вами. Вот он. И еще добавлена завязка. Без завязки никуда, иначе все будет падать у нас. Шикарный комбинезон. И, кстати, маленький такой совет. Если вам понравилась вот эта идея лифа, вот этого комбинезона, мне так и хочется сказать платье, то, конечно же, можно шить и платье. Просто вы пришиваете к талии, пришиваете длинную, шикарную юбку. И вот вам роскошный наряд. Девчата, это все для вас. Здесь модели представлены от 38-го до 46-го европейского. Соответственно, прибавляем 6 и получаем от 44-го до 52-го российского. Про летнее пальто, про это легкое пальто даже говорить не стоит, потому что это просто свободный летящий силуэт, завязанный на пояс. Шьется такое пальто-накидка легко. Легко и просто. Комбинезон, сказать, легко или сложно шьется, мне кажется, если вот этот узел вы сообразите, как выполнить с резиночкой, все остальное крайне легко. На этой страничке мы видим три модели. Это платье с вертикальными, вот с такими скантами, вставленными в рельефы, юбка и блузка. Смотрится как платье или смотрится костюмом. Сейчас подробно все рассмотрим. Модели все до 48-го европейского, до 54-го российского. Юбка, сразу скажу, легко шьется. Это просто юбка-карандаш с выточками у талии и без пояса. К юбке не будем возвращаться. Вот сейчас рассмотрим блузку, давайте. У блузки мы видим, что вырез горловины лодочкой. Вот мы видели другой немножко вырез, а здесь лодочка. Рукавчики хоть и выглядят как будто такие валанчики, не знаю, маленькие, на самом деле это нормальная форма рукава, просто укороченная. И здесь заложены складки. Мне очень нравится вот этот узел рукава, горловинка рукава. Но имейте в виду, что вот вырез лодочка, он все-таки другой. Что еще хочу сказать? Блузка сшит, вернее, по техническому рисунку выглядит как будто прилегающая по фигуре, но я думаю, не случайно девушка на фотографии закрыла рукой талию. Потому что все-таки, знаете, как от 46 размера есть грудь. И если у нас вот здесь все четко в талию, то вот здесь-то пойдут всевозможные заломы. Вот прям много будет заломов. Будьте к этому готовы. Если не нравится вам идея этих заломов, то попробуйте посадить на фигуру на свое. Ну, либо шейте из совсем тонкой ткани, чтобы все это просто вот струилось или тело, и не стремитесь посадить тогда. То есть наоборот, так бы акцентно сделайте. В общем, для меня здесь противоречие. Отсутствие выточек и силуэт в талию. Вот такая, скажем, история. А идея мне нравится. Теперь давайте до этого платья доберемся. Мне оно очень понравилось, как выглядит силуэт. И мне тоже кажется, идея, и для самых плюсиков крупных женщин тоже такой вариант подойдет. Ну, разве что подлиннее сделать, чтобы не выше колена было. Посмотрите, как деликатно акцентируется талия. Просто смотрится осиной талия при таком моделировании платья. И очень здорово по низу идет вот эта полоса. Потому что, знаете, какой эффект? Если смотреть, как говорят стилисты, идет кайма сверху, горизонтальный вот такой акцент, и кайма снизу. И есть такой эффект, что заданы рамки, и взгляд начинает бегать между рамками. Ну, вот то, что есть такой эффект оптических иллюзий. Вот здесь он в полной мере использован. И я опять же говорю, что кто хочет казаться стройнее, пожалуйста, используйте это. Если вам не подходит вот эта выкройка, я бы вообще советовала сшить вот это платье по своей базовой основе. Настолько легко моделируется из базовой основы. Буквально вот увидели идею, смоделировали и сшили. И платье получится шикарным. Здесь, не знаю, из какой ткани, написано тонкое смесовое шерстяное полотно. Но мне кажется, на лето можно и смесовые льняные полотна брать. Ткань, конечно, должна быть такая форма, устойчивая немножко. Будет очень красиво смотреться. Мне кажется, такие платья подходят как раз вот для тех, кто летом работает в офисе, для таких вот каких-то форматов, условно говоря, деловых. На этой страничке очень красивые девушки, а модели на самом деле очень простые. Про юбку, карандаш мы даже говорить не будем вот с этой странички, потому что все просто. Толко мы не можем разглядеть, что за юбка. Сейчас посмотрим технический рисунок. Видим, как устроена юбка. Это обычная юбка-карандаш и заложена складка. Вместо одной вытачки складка и складка обработана кантом. Интересная идея. И внутри складка открывается при ходьбе, при жизни. Ну вот такая завлекалочка. Образ мне понравился с этой юбочкой. Вот эта юбка-карандаш, конечно, она проста в покрое и в пошиве несложно, потому что даже пояса нет. Единственное, нужно будет вшить молнию, но зато очень подобрали классный принт. Мне очень нравится такой принт. Как говорят, что нету ритма на принте, крупный принт без ритма. Это, ну, как бы смотрится стильно. Рубашка. Рубашка в стиле сафари. Куча клапанов. Давайте технический рисунок посмотрим. На рубашке несколько клапанов, застежка сквозная, воротничок отложной. Еще, кстати, вот такие подрезы вот у нас есть вот здесь. Шьется легко или просто? Не просто. Есть подборд. Я думаю, что подкладки, наверное, нету. Но вариант вот этой рубашки, даже, наверное, жакета, сложноватый для пошива. Имейте это в виду. Не для новичков. На этом развороте еще шикарнейший образ. Легкое летнее платье летящего силуэта, свободного кроя, что сейчас модно и современно. Пальто. Пальто, вообще, мне кажется, стоит сшить, наверное, каждому, потому что оно летом всегда-всегда будет востребовано. Ну, по крайней мере, в нашем климате это точно. Начался на улице ветер. Взяли такую накидушку, накинули на плечи. Все в ней есть. Одна пуговка, пара карманов, широкий, вернее, глубокий, у-образный вырез. И шьется такое пальто. Не сложно. Подборд и все. Подборд, обтачка по спинке, два кармана накладных. Такое пальто, наверное, можно сшить и без подкладки. Воротника, поскольку нет, нет клапанов, нет лишних деталей, кроме карманов. Функционально. И посмотрите, как красиво сочетаются цвета. Анималистичный принт, однотонный, акцентный, красный, но при этом, вот мне понравился подбор красного сюда. Такой, что не угнетает даже блондинку. Очень классный образ. На платье, даже, наверное, и смотреть не стоит, потому что свободного кроя платье-рубашка с отложным воротничком. Ну, вернее, с таким, наверное, воротничок на стойке и застежка. Можно сказать, платье-халат, такое платье-рубашка. На этой страничке еще у нас летний образ. Мне понравился здесь жакет. Сейчас мы его внимательно рассмотрим. Он тоже точно так же. Я даже просто, как сказать, топ жакетов в этом номере. Мне кажется, вообще понравились модели носибельные все. Платье из тонкой ткани. На тонких бретельках. Впереди шов сделан. За счет того, что была возможность сделать шов, как бы четыре клина получается, они... То есть, можно очень сильно расклешить это платье. Платье получится такого летящего силуэта и классно-классно для лета. Ткань, конечно, берем для этого платья очень такую струящуюся, летящую, тоненькую. Давайте на жакет посмотрим внимательнее. У жакета мы видим, что вточной рукавчик более-менее сидящая по фигуре спинка, ну, скажем, не сильно балахонистая. Кулиска по спинке. Видим, что кармашки в швах есть. Видим, что рукава завернуты и застегнуты на паты. По переду мы видим, что край жакета по переду драпируется. Вот такие борта широкие, свободные, свисают. Застежки, конечно, не будет никакой. Он такой летящий. Ну, а теперь технический рисунок. Видим, опять же, вточной рукавчик, красивый край с драпировкой и кулиска, которая немножко со спинки переходит на перед. Мы еще кармашки видели. Мне тоже кажется, что жакет такой очень вписывающийся в гардероб. Наверное, смотрится модненько, современно. Со всеми летними платьями, если шить из однотойной ткани, точно будет комбинироваться. Шьется он, я бы сказала, что несложно. Есть детали, ну, такие, например, как кулиска, как драпирующийся воротник, как вот эти паты, но они несложно шьются. Что платье, что жакет практически не зависит, скажем, от фигуры, но в том смысле, что не требуется посадки, поэтому подойдет на любую-любую фигуру эти модели. На этом развороте жакет и платье. Платье, рубашка, мы можем заметить, что и накладные карманы, и воротник со стойкой, и застежка вот здесь на пуговице, да еще и на супатную застежку, спрятана пуговка, пуговки спрятаны. А юбка у нас из плессированной ткани. Шикарный образ. Самому, наверное, сложновато будет такое сшить, потому что придется отдавать юбку, ткань на юбку для плессировки, ну, либо искать сочетание, в общем, посмотрите. Но смотрится шикарно. Мне очень нравится, как подобрано цветовое сочетание здесь на этой страничке жакет из желтой ткани и вот такое платье в акварельных тонах, оттенках. Модный в этом сезоне желтый. Классно. Что могу сказать про жакет? Жакет свободного кроя, сейчас такой модненький. Рукав при этом достаточно сидящий на месте, лацканный. Сложно или легко сшить такой жакет? Сложно, скажу. Несмотря на то, что отсутствие выточек, все равно сложно. Карманы, воротник, подкладка у жакета есть. Но если вы готовы шить жакет, то все как бы реально, потому что посадка этого же посадки этот жакет не требует, а это уже как бы плюс. На этом развороте еще пара моделей, комбинезон и платье с узкими брителями. Платье, ну скажем, элегантное. Посмотрите, несмотря на то, что узкие брители, платье смотрится, скажем, не из, как более такого, какого-то делового, что ли, стиля. Конечно, такое платье подойдет и для морского побережья, сочетание черно-кремового оттенка. Платье подойдет и для городских будней, для каких-то вечерних выходов. Классный образ. Платье шьется, как думаете, легко или просто? На мой взгляд, все бы легко, но сложности вот с этими тонкими лямками, вот с этими вставками, бейками будут сложности. Ну, если вы не боитесь рискнуть, попробуйте. Такое платье легко сядет на любую фигуру. Здесь оно представлено до 46-го европейского размера, до 52-го российского. Впереди еще, посмотрите, разрез, но образ получится зато просто бомбический. Комбинезон. Что сказать про комбинезоны? Про компинезон я не повторяю, повторять. про комбинезоны я не устаю повторять, что с ними сложности с посадкой. Здесь предлагается ткань креп-сатин с кулиской и застежками на молнии. Да, проблему, как надеть костюм, этот комбинезон, они решили с помощью молнии, но проблему с посадкой никак не решили. Имейте в виду, что вам придется ее решать. У комбинезонов беда, что вот эта линия седа очень у нас индивидуальна, а в комбинезоне она задана изначально, и если ткань не эластичная, то вам придется об этом подумать заранее. Легко или просто шьется комбинезон? Сложно, потому что здесь и вставки по бокам, здесь и молнии, и кармашки вот такие с молниями, и воротничок. В общем, непростой комбинезон, но зато он, скажем, отрабатывает себя, он смотрится просто шикарно, мне нравится. Полоски, полоски. Комбинезон. Вот в точности такого же кроя комбинезон был в последнем выпуске Бурда-брюки в сборнике из Бурды, но может быть, вам и подойдет патрон, из патрона с этой выкроечкой. Здесь прям очень классно смотрятся полоски, акцент на талию, и если вы давно хотели сшить комбинезон, я думаю, что час настал, потому что он свободного кроя, как раз то, что надо. Он отлично моделирует фигуру, и он уместен в тех обстоятельствах, на которые рассчитан. То есть для отдыха, для пляжа шикарный образ получится. И я бы сказала, что сшить такой комбинезон реально, потому что сложности не очень много. Потому что обработка срезов будет тоненькими полосочками, косыми беечками, я думаю, он без подкладки. Здесь его дополнили молнией по спинке. Молния по спинке здесь функциональна, потому что его иначе просто не надеть будет комбинезон. Ну, пробуйте, шейте, мне очень нравится, что получит результат, скажем так, что получится. На этой страничке платье с запахом. Оно здесь тоже представлено до 46 размера европейского. На самом деле, мне кажется, оно подойдет фасон, модель подойдет на любой размер. Немножечко выступает, вот видим, что та часть запаха, которая снаружи, немножко длиннее. Есть легкий клеш, скорее всего, вот эти вытачки талиевые развели в клешении. Треугольный вырез, красиво, линия низа рукава заканчивается. Кстати, по образу, если у вас рукав заканчивается на уровне груди, это все к тому, чтобы визуально увеличить грудь. Имейте это в виду. Если вам нужно подчеркнуть грудь, наше все, рукав вот такой длины. Шикарно, женственно. И вот такой поясок, вот из такой ленты, видим, это репсовая лента. А может быть, кстати, из ткани, вон с соседней модели сшили такой поясочек. Ну, прям акцент очень мне нравится. Легко или просто шьется такое платье? Знаете, что скажу? Верх нужно прям подгонять по фигуре. Поскольку есть молния сзади, скорее всего, это платье с имитацией запаха, потому что, то есть он как бы не на самом деле открывается запах, возможно, он даже зашит куда-то. Ну, потому что, если платье полностью распахивается, зачем нам молния по спинке? Ну, вот как-то так. В общем, лиф нужно хорошо посадить по фигуре. Я бы такое платье скорее даже взялась смоделировать из базовой основы, чем брать готовую выкройку. Но если вам подходит готовая выкройка, то, конечно, можно шить. На этой страничке пошли модели для плюсиков. Что сказать? Жакет. Меня немножко смущает жакет для плюсиков полностью без выточек. Да, он свободного кроя. Ну, может быть, попробуйте. Но до 62-го российского размера без выточек меня немножко все-таки как-то смущает. Ну, вот так. Вот так. Юбка почему-то без выточек, и меня это смущает. А еще меня смущает такая длина, плюсики. Вот, ну, вообще не наша длина. Вот эта зона, ну, вот, ей-богу, я недовольна одеждой для плюсиков. Я бы вот шить ни юбку, ни жакет не стала бы. На этой страничке жакет и брючки. Ну, вот меня почему-то тоже смущают вот такие брючки. Именно такой длины со стрелками. Почему-то смотрится, мне кажется, старомодно. Ну, как-то вот так. И не нравится пошив, качество пошива жакета. Посмотрите, как вся линия как будто изжевана. С качеством пошива они подкачали, но, а выкройка жакета классическая, не будем даже ее смотреть, потому что классика есть классика. На этом развороте блузка и брюки. Брюки прямого кроя. Ну, брюки, может быть, стоит попробовать. Если вы решили купить этот журнал для себя, то попробуйте. Но, если вы плюс размера, то из одной выкройки брюк не стоит, наверное, покупать. Блузка. Блузка тоже без выточек. Свободного кроя с у-образным вырезом горловины и с маленькими кармашками в рамочку. Рукавчики вточные. Блузка легко или сложно шьется. Сложность вся из-за кармашков в рамку. Все остальное не так сложно. Блузка смотрится как легкий летний жакетик. Если вы готовы совсем без выточек шить такую блузку, то, пожалуйста. Дальше у нас идут детские модели. Ну, детские модели, я сразу скажу, что на размер 4-8 лет и они действительно очень интересны. У меня маленький ребятишек уже нету, поэтому можете поставить на стоп, посмотреть, мне сложно сказать, насколько вещи интересны, скажем, и актуальны в гардеробе детей, девочек, тем более, мне никогда не было. Но я смотрю, что очень много всяких всевозможных деталей и вещи смотрятся интересненько. Ну, вот прям, прям классно. Мне выпуск понравился, давайте пробовать сшить из этого журнала.